огромнейший привет мои творческие друзья сегодня мы с вами работаем фотошоп но для начала я хотел бы вам показать вот эту фотографию это один из знаменитых дворов колодцев города санкт-петербурга и сверху в пролетающем проеме мы видим с вами самолет понятное дело что я не дожидался пока пролетит самолет а просто вставил его при помощи фотошопа идея с пролетающим над домами самолетом не новая но тем не менее фотография получилась очень популярная и если посмотреть на статистику мы увидим что эта публикация охватила 9000 220 аккаунтов это очень высокий и хороший показатель для моего такого небольшого блога в инстаграм и сегодня я хочу поделиться с вами опытом как я сделал эту фотографию итак фотография открыта фотошопе делаем дубликат слоя теперь выбираем инструмент волшебная палочка его можно вызвать нажатием клавиши w давайте увеличим с вами изображение этот инструмент выделения должен сработать очень качественно и очень правильно потому что здесь большая контрастность переходов между светлыми участками и темными участками фотографии кликаю по центру светлого пятна и как вы видите побежала вот такая вот муравьиная дорожка наша фотография выделилась этот инструмент конечно отрабатывает не на сто процентов он немного ошибается и дальше я вам покажу как его поправить и так мы сделали с вами выделение теперь зажимаем кнопку alt и нажимаем на значок маска и у нас с вами появилась вот такая вот маска с черным пятном с черным выделением теперь давайте я свернул окно фотошопа у меня есть коллекция самолетов коллекцию этих самолетов я размещу по ссылке под видео это вам для вашего креативного творчества и так я перетягиваю фотографию которая понравилась мне больше всего в поле фотошоп разверну окно теперь слой самолетом мне необходимо перетащить вниз по тот слой на котором мы сделали мост то есть вот сюда теперь я выбираю инструмент захват и теперь я могу двигать изображение самолета она находится у меня внутри этого просвета но как я уже говорил имеется некоторые недочеты вот здесь вот на трубе маска прорисовалась неправильно но это мы сейчас с вами поправим так для начала давайте мы расположим наш самолет как бы мы хотели видеть его на снимке делаем изображение во все окно смотрим чтобы у нас был выделен слой с самолетиком нажимаем control т и размер изображения самолетом подбираем таким образом чтобы он наибольшим образом нас устроил вот так самолет закрывает все области именно там где должно виднеться небо лику галочку теперь я сделаю немного покрупнее изображение зажатым пробелом я могу двигать фотографию по полю теперь мне нужно перейти на саму маску я кликаю на нее левой кнопкой мыши делаю маску активной выбираем инструмент кисть жесткость 0 процентов цвет черный увеличиваем изображение квадратными скобками увеличиваем или уменьшаем размер кисти и теперь обращаем внимание когда у нас кисточка черная мы дорисовываем нижний слой кнопочкой x меняем на белый цвет вот он поменялся и теперь мы сможем убрать небо там где его не должно быть для более ювелирной работы изображение можно увеличивать кнопочка x меняют цвет кисти на черный зажимаю пробел появляется лапка теперь я могу снимок перетаскивать закрашивают эту область здесь просвет и здесь по идее должно виднеться небо работаем квадратными скобками меняем размер кисти и дорисовываем небо там где оно должно быть теперь я уберу артефакты которые у меня появились все-таки переход между небом и стеной должен быть четкий отлично теперь делаем изображение немного поменьше смотрим чтобы наша маска была активная то есть вокруг нее вот такая вот рамочка если выделение слетела ткните сюда левой кнопкой мыши и теперь посмотрим свойства маски вот здесь у нас написано уточнить и есть три кнопки нам нужно выделение и маска кликаем и если ваша маска легла не очень ровно вы можете за счет растушевки и за счет смещения краев подрегулировать ее размер если мы сместить край будем двигать вправо у нас появляется вот такая вот белая кайма если будем двигать влево то наша маска будет аккуратненько наползать на стену нам нужно сделать таким образом чтобы переход между небом и стеной заметен не был здесь также control плюс можно увеличить изображение и давайте с вами вот за счет растушевки уберем вот эти вот острые пиксели чтобы у нас переход был довольно таки плавный отлично нажимаем ok теперь нажимаем control 0 и так в просвет между домами мы вставили с вами самолет с небом и к нам не придраться все сделано очень идеально но если вам не нравится цвет неба вы можете его подкорректировать для этого идем в корректирующие слои выбираем корректирующий слой цветовой тон насыщенность перетаскиваем его над самолетом и нажимаем вот эту вот кнопочку то есть создаем обтравочную маску и теперь настройки будут действовать только на небо и мы можем изменить с вами тональность сделать небо не таким насыщенным потемнее посветлее кому как нравится теперь давайте соберем все слои на один слой нажимаем сочетание клавиш alt control shift е ну и в этот снимок можно еще добавить немного резкости и так переходим в фильтр усиление резкости умная резкость выставляем вот такие вот значения эффект 150 радиус 1 другие посмотрите если у вас находится в другом положении поставьте как у меня кликаем ok и если мы увеличим фотографии то мы увидим как сработал фильтр умная резкость на этом друзья все креативных вам сюжетов отличных и замечательных фотографий больше зрителей больше лайков до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok а Субтитры сделал DimaTorzok